Ну, праздники наши продолжаются, и воскресный день это всегда праздник, и встреча с Богом это всегда праздник души, хотя иногда это бывают непростые встречи, поэтому, конечно же, мы всех поздравляем с принятием Бога. Какая идет борьба за каждого человека, за каждую душу бессмертную, если люди дерутся за какие-то клочки земли, за какие-то, понимаете, материальные ценности, которые действительно по-настоящему ничего не стоят, то какая идет борьба за ту душу, которая будет жить вечно. И как враг нашего спасения делает все, чтобы обмануть, чтобы перехитрить. Поэтому, конечно, нам нужна помощь, которую мы получаем в святом храме. Сегодняшнее Евангелие слепой, сидящий у дороги. Мы все рождаемся слепые. Мы все рождаемся слепыми. Человек видел Бога в раю, но потом ему стало страшно после того, как он не послушался Бога, как он согрешил, и он спрятался от Бога. С этого момента человек стал слепым. Еще дети, может быть, немножко больше видят, чем взрослые. Иногда мы видим, что дети иногда смотрят, и как-то они понимают мир гораздо глубже и целостнее, чем взрослые, которые начинают со своими философиями, своими мудростями все делить, все переворачивать. И, конечно, в счете все осквернять. Поэтому, конечно же, вот этот слепой, который сидел у дороги, он-то был слепой. Кругом были люди зрячие. Но этот был тот слепой, который верой, Гаспольдер сказал, вера твоя спасти. Он верой увидел Христа, он верой звал Его, несмотря на то, что весь мир в лице тех, кто запрещали Ему, молчи. Безумец, кому ты кричишь, где ты, кого ты видишь, он тебя никогда не услышит. Так тоже бывает, что ты начинаешь молиться, и потом вдруг сомнение. Они не слышат Господь, они ничего не делают, все остается по-прежнему. Неправда, ложь, надо кричать. Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня. Сколько кричать? Год, пять лет, десять лет. Но надо кричать, не останавливаться, не верить этому миру, который говорит, что ничего не изменится в твоей жизни. Обязательно изменится. Но люди слепые, и они хотят сказать, что они нормальные люди, люди больные, но они не хотят признавать свои болезни. Они наоборот говорят, вот этот больной, кто сегодня отказывается от своей какой-то корысти, который живет для другого, который начинает думать, что рядом с ним есть люди. И кажется, что у человека уже что-то не в порядке. Он, наверное, что-то пострадал, у него какая-то психологическая травма. Вот сегодня память основателя монашества Антония Великого. Сейчас в сегодняшнем мире, говорят, если человек пошел в монастырь, значит что-то у него в жизни произошло, какая-то травма психологическая, видно или несчастная любовь, или еще какие-то несчастья. И вот ему уже все же жизни мира, и он уже не мила, и он уже идет в монастырь, потому что ему уже делать в миру нечего, он уже ничего не видит в миру, никакой перспективы. Но это же совершенно неправда, понимаете, это совершенная ложь. Но насколько слепой человек сегодня, да? И вот Господь пришел к этому несчастному больному человеку, открыл его глаза, сказал, что вера твоя спасет я. И он пошел за Христом, славя Бога, понимаете? Вот все, что можно в этом мире. Сегодня все бьются, да? Сегодня сейчас все начинают что-то выдумывать. Одна Конституция сменяет другую Конституцию. Один человек сменяет другого. Все спорят, понимаете? Вот Христос уже пришел, не надо ничего спорить. Надо ему просто поклониться и начинать жить со Христом. А все умные, все хотят быть во главе. А наша задача стать последним. Понимаете? У нас задача смириться. Наша задача, чтобы наша душа бессмертная спаслась, а не то, чтобы мы там пробились в люди. Понимаете? Зачем? Какие люди? Какие ранги? Какие медали? Какие погоны? Все это, понимаете, это чушь. Когда ты уже получил самое главное, ты стал христианином православным. Сколько нас в этом огромном мире, горстка людей. Я имею в виду тех, кто ходит в храм и молится. Но это основа этого мира. Мы должны это понимать. Что если молитва прекратится, если уже любовь иссякнет, а любовь это дар Божий, это не наши с вами какие-то качества, что мы всех любим, да никого не любим. Мы учимся всю жизнь любить своего ближнего и до конца не научаемся. И нам нужна понимание, что милосердие Божие, чтобы Бог нас все-таки простил, чтобы мы были на пути, но, конечно, мы не можем сказать, что мы любим. Не можем мы повторить то, что сделал Христос. Если нас будут убивать, мы не скажем, что, да, прости их, не ведают, что творят. Но были такие святые. Вы знаете, Афанасий Брестский, игумен, его убили за то, что он стал за православие, у неата. Потому что он поехал к русскому царю за помощью. Его посчитали предателем и его убивали, вывели расстреливать. И он действительно молился за тех, благословил, кто его убивал. Говорит, вы исполняете свой долг. И это был действительно такой вот пример, понимаете, христианского понимания вообще жизни. А у нас все, мы все по правде живем, по справедливости. Но это уже, конечно, все надоело, понимаете. Слава Богу. Сегодня мы еще раз говорим, живем в лучшей стране в мире с лучшим президентом в мире. Можете меня ругать, можете меня не ругать, можете меня что-то говорить. Но то, что я знаю, происходит кругом и даже в нашей любимой и дорогой нам России, не вдохновляет. Вот так. И слава Богу, я думаю, когда-то отец Николай Гурьянов сказал, что спасение пойдет из Белоруссии. Когда-то. Это очень было давно. И я думаю, что много чего он говорил, сейчас оно все становится на местах. Поэтому мы благодарим Бога, что мы можем в храме спокойно молиться Богу. И это самое главное, что есть у нас сейчас. Это наша привилегия. Вы знаете, как нам завидуют на Западе? Говорят, куда мы? Уже такого нету. Вот так. А у нас все хорошо. Слава Богу. Поэтому будем благодарны Богу за то, что сегодня Он нас накормил, напоил своей любовью. И эта любовь должна жить в наших с вами сердцах. Не теряйте ее, не меняйте ее ни на какие побрякушки, ни на какие хлопушки. Не надо. Живите с этой любовью и старайтесь созидать мир внутри себя. И тогда тысячи людей спасутся вокруг себя. У нас все просто. У нас нет никаких мудрований. Понимаете? Мы живем уже не этими законами. Мы должны перейти от этих законов. Мы должны жить по благодати. А эти законы все равно, какие бы они ни были, что бы они ни писались, какие бы, чтобы они все несовершенны, и они написаны грешными людьми. А у нас закон один. Но общниками обыки святынь твоих сподобил, если благодарю тебя к умене недостойного, причаститесь от причистых твоих.